Я должен сказать, что для меня эта передача вдвойне сложная. Кроме того, что этот абсолютно великий режиссёр, артист, для нашего города он был моим учителем. В 1947 году по наитию, по наитию, я участвовал в зону Борисовича, но Махово попросился на практику в Александринский театр. И попал к Владимиру Платонычу Коврычу. И вся моя дальнейшая жизнь в театре определилась этой встречей. Родился он в Киеве. Был у него старший брат, Иван Платон Чужой, который умер до войны, которого он чтил, считал своим учителем единственным. Они вместе работали в довоенном театре Ленинского комсомола. Я видел спектакль Ивана Платоныча, знаменитый, без вины виноватый с Толубеевым, Чесноковым, Еленой Михайловной Медведевой. И артисты, которые с ним встречались, молились на него. Но он сделал здесь только один спектакль. Коврыч считался его своим единственным учителем. Из Киева, не заканчивая никаких высших учебных заведений, по театру, он попал в Кострому. Он попал к своему второму учителю, который был ненамного старше его, которого я хорошо знал. Это был великий режиссер Алексей Дмитриевич Попов, который столько сделал для русского искусства, но никакого отношения к нашему городу он не имел. Там Кошич работал как артист. Артист, он по рассказам был исключительный. Он играл ученика дьявола Ричарда Даджина. К счастью, есть фотография. И там он сделал свою первую работу режиссерскую. Это были мольерские проделки Скопена. Потом он их повторил. Будущий актером, он сам играл из Скопена, уже здесь, в Ленинграде, в Красном театре, который вы сейчас знаете как Балтийский дом, а я знал как театр Ленинского комсомола. В общем, карьера его как артиста, артист был, видимо, замечательный, закончилась в Костроме. Потому что, когда сюда он приехал, в Красный театр, он был фактически режиссером. Он поставил ряд спектаклей, из которых вам надо знать, что он поставил 1-го майского пьесу «Начало пути», где дебютировал кто? Аркадий Райкин, который до конца своих дней упоминал его всреди своих учителей. Потом он поставил много уже в театре Ленинского комсомола. Иван Платошич там поставил без вины виноватый. И они должны бы сразу перед войной, вдвоем стоять на всяком мудреце довольно простой Теостровского, разделив напополам. То есть два акта должны будут стоять Кошич, и два акта Чужой. Как они разделились, я не знаю. И в этот момент он получил приглашение в театр, где мы сейчас находимся. И все величия его деятельности для нашего великого города происходили больше всего здесь. Я перечел недавно пьесу, которая принесла ему невиданную славу. Это была пьеса «До спасаса. Вершина счастья». Его рассказ об этом. Там играли замечательные артисты, там играла Рашевская, там играл Романов, и там играл Бабочкин, Борис Андреевич. И вот он подозвал его к Сейскому. У меня к вам просьба. Мы начнем сейчас с вами работать. Я вас еще прошу, не делайте мне замечания. Мне это очень мешает. Вот он сейчас сказал, ну, конечно, Борис Андреевич, как же я вам? И начал работать. И так он шел до самого прогона, потом кончился прогон, первый в комнате на восьмом этаже. На восьмом этаже. Это будет трогательный рассказ о моем знакомстве с ним. Он кончился на замечание, говорит, ну, перерыв. И вдруг Бабочек говорит, ну, а вы мне ничего не скажете? Он сказал, вы же просили вам ничего не говорить. Нет, ну, все-таки. Он сказал, все, что вы делаете, неверно. Все это неверно. Это не вписывается в эту пьесу до спасуса. Бабочкин охмурился, ну, выслушал. И потом уже по рассказам Натальи Сергеевны Орошевской, которая играла с ним всю лирическую линию, Бабочкин сыграл одну из своих лучших ролей. И здесь начинаются чудеса Кожича. Следующая пьеса была пьеса Дювали. Чудная пьеса, чудная. Она назвала «Смольба жизни», где Дювали играл, как считал Кожич, как считали все в этом великом театре, великий артист Борис Анатольевич Горин-Горяйнов. Он играл там три возраста. Играл. Когда кончился прогон, Кожич говорил все в глаза. Он сказал, что же касается вас, Бориса Анатольевича, вы понимаете, что такое Борис Анатольевич Горин-Горяйнов? И что такое Кожич из Костромы? Вы понимаете, Борис Анатольевич, ну, вы играете, наверное, хорошо, но это же не то, что хотели мы одевали. И не то, что вы должны сыграть не как великий комик, а как трагический артист. Мертвая тишина. Рассказка, скажет, все застыли. Горин-Горяйнов сказал, ну, хорошо, я буду делать все по вашим предложениям. И я уже помню в детстве, из рассказов моего отца, какой это был бум, когда вышла мольба о жизни. В 1936 году был шедевр «Невиданный». В этом театре он начал ставить лес. И мне рассказывали, что театр кипел. Юрьев, который репетировал Несчастливцева, Горин-Горяйнов, который репетировал Аркашку, Корчагина-Александровская, который репетировал Улиту, Мичурина-Самуэлова-Гурмышка. Было какое-то невиданное счастье. И, например, приехал Мерхольд, великий Мерхольд, из Москвы, он прогуливался по фойе, а Корчагин скромно стоял в стороне, их даже не познакомили. И тогда вдруг раздался Горосрайх, так что, слушай, Корч, Сева, говорила она ему, она же была до Мерхольда, жена Весенина, это отдельный рассказ. Он сказал, Сева, ну, по-моему, здесь очень многое из твоего леса. И Мерхольд раздражал, он сказал, ничего. И в это время начались гастроли Александринки в Москве. И открылись они лесом. Как мы попали в этот лес, в этот сыр дремучий вор? Зачем мы, братец, спугнули сов и филинов? Что им мешать? Пусть их живут, как им хочется. Тут все в порядке, братец, как в лесу быть следует. Старухи выходят замуж за гимназистов, молодые девушки топятся от горького житья у своих родных. Лес, братец. Комедианты! Комедианты? Нет, мы артисты. Благородные артисты. А комедианты вы? И с этого момента Кович стал Ковичем. Все остальное были его невиданные вклады в театральное искусство нашего города. До войны, до войны, я видел только один его спектакль. Это был Дон Кихот по Булгакову. Игорь Черкасов, своего третьего Дон Кихота. И хотя после войны Кович и Черкасов хотели возобновить этот спектакль, на Ковичи говорил, как же я имею право возобновлять этот спектакль без горе Ингоряенова. Были знаменитые спектакли во время войны в Новосибирске, где он поставил фронт, поставил за четыре недели. Фронт должен быть и во всех театрах России. Игорь Жуковский. Но Кович сделал с ним роль так, что братья Васильевы, снимая картину «Фронт», взяли Жуковского на роль Горлова, а Огнева – Игорь Борисович Бабочкин. И в 1948 году теперь я уже начинаю рассказать личный вечер. Телефон. И папа просит меня, говорит, просит тебя какой-то немолодой голос. Я еще не был с ним знаком. Он говорит, Шура, меня никто никогда Шурой не называл. Я его для всех Саша. Он сказал, Шура, значит, я не смогу завтра репетировать. Антонин, имелся в виду его вечный помощник, Антонин Николаевич Далсон, я его отпустил. Вы возьмите сцену из заговора обреченных, сцену Якима Пино и Макса Венту. Видите, сколько прошло лет? 1948-й. И разберите ее с артистами. Ну, я взял карандаш, я взял карандаш, какой кусок. Ну, то, чего меня учили, что я знал. Лифта не было. Репетиции шли на восьмом этаже. Я поднимаюсь без десяти восемь, открываю дверь, у меня падает сердце. Я увидел артистов, которые меня ждут. Сидят Симонов и Скорбогатов. Я никогда никуда не опаздывал. Я пришел на репетицию за полчаса. Но, видимо, уважение к Ольча было таково, что Симонов, который вообще был, самый я, он рассказывал это много раз на раз, он притворился. Он притворился, он говорил, вы так считаете, я попробую, может, у меня не сразу получится, но я буду делать. Забыть это можно. Все это объяснялось с невероятным уважением к Ольча. В чем была особенность этого великого мастера? Для него общий замысел спектакля созрел по ходу дела. Он придумывал, как Лев Николаевич Толстой, на котором он молился, своих героев. Я не видел больше режиссера ни одного, даже великих таких, как Толстоногов, которые обожали индивидуальные репетиции. Он вызывал Симонова и долго говорил с ним по поводу Паратасова. Он сидел вот так, как я в кресле, и там на 8 этаже мы ходили пешком. Он почти не вставал со стула. Для него санцены не имела значения. Она возникала. Он делал, слушайте меня внимательно, он делал с актерами образы и те чудеса, которые он делал со старшим поколением, Мичуриной, Корчагиным, Юрьевым, до войны не застал. Горин Горяинов и позже Симонов, Толубеев, у него были любимые артисты. Одного он любил всегда больше всего, это Толубеева. Еще с того момента, когда он работал с ним в Красном театре, нынешнем театре Ленинского комсомола. И здесь дальше пошли чудеса. Тут уже я видел все. Заговор в Арчалке ни разу не пропустил ни одной репетиции. А когда он начал живой труп, это была его вторая встреча с Юрьевым, после победительной, я уже ходил и слушался открытым ртом. Я в своем падении счастлив тем, что я сделал то, что должно, что я негодный, никому не нужный, ушел из жизни, чтобы не мешать тем, кто полон жизни и хороши. И все мы живем. Вдруг является негодяй, шантажист, который требует от меня участия в шантаже, я прогоняю его, он идет к вам. К борцу за правосудие, к охранителю нравственности. И вы, получая 20-го числа по 2-гривенному за пакость надеваете мундир и с легким духом куражитесь над ними. Над людьми, которых вы миссинца-то не стоите, которые вас к себе в переднюю-то не пустят, но вы добрались, ады. Я вас выведу. Не боюсь я никого, потому что я труп. И со мной вы ничего не сделаете. Нет того положения, которое было бы хуже моего. Он меня учил. Шура, никогда не ставьте финал спектакля. Финал должен выйти из всего предыдущего. И ставьте его только на сцене, когда будут декорации, костюмы и гримы полностью. И вот была насыщенная репетиция этой девянадцатой картине. После того, как мы одиннадцать картин, мы, простите за хвастовство, ко мне это имеет очень малое отношение, кроме непрестанного, он вдруг пришел готовый и вызвал. Там было занято огромное число народу. Все они сидели, ждали, а он долго ходил по коридору к Симоновым. И что-то ему колдовал. Я видел Николай Константинович и кивает, кивает. Потом он подошел, сказал, все на сцену. Подошел, сказал мне, Шура, я вдруг увидел, что Симонову это интересно. И он поставил картину, ну, по-моему, за полтора часа. Единственное, что возникло, он попросил Ольгу Яковлевну Лебзак, которая феноменально играла Машу, он просил ее ползти. Он говорит, Леля, у нее ноги не стоят. Она же видит, что Федя застрелился. Ползите, ползите. И только сказал, Михаил Федорович, это был помреж, занавес. И занавес, когда вот так лежал Симонов, протянув руки, а Ольга Яковлевна ползла, в это время он давал занавес. Было оцепенение, что творилось на примере, я вам не буду рассказывать. Я вам сейчас объясню, в чем была особенность этого великого режиссера. Он придумывал артисту в начале все до движения пальцев. То, что называется приспособление. Он никогда говорил о них в открыто. Он каким-то особым вот так он ебался и начало тихо, только чтобы никто не слышал, как по секрету объяснять каждую сцену. И артист указал, что он это придумал сам. Это была его первая особенность. Вторая. он придумывал образ актерский не всегда исходя из пьесы. Иногда против пьесы. Его огромная человеческая память, его невероятный человеческий опыт плюс талант его интересовал человек. Я нищий, жалкий бродяга, а на сцене я принц, живу его жизнью, мучусь его думами, плачу его слезами над бедной аферией и люблю ее, как сорок тысяч братьев любить не могут. А ты, ты молода, прекрасна, у тебя огонь в глазах, музыка в разговоре, красота в движениях, ты выйдешь на сцену королевой. Его интересовало только результаты работы с актером, общая композиция и так далее. Он ни разу не был на съемках своих спектаклей. «Горящее сердце», «Жой труп», «Учина». «Учина» он не доставил, он умер в середине. В постановке он, как ни один режиссер, я такого не встречал. Он полон замыслов. И всегда эти замыслы касались конкретного артиста. «Ежели бы я женился, и как бы я стал жену свою беречь, любить, и все для нее на свете бы делал. Не только что она пожелает, но даже и сверх того, и тем бы я утешался, что уж очень у нас женщины-то во всякой обиде и в полном забвении живут. Нет такого ничтожного последнего мужичонка, который бы не считал бабу ниже себя. Так вот, я хоть одну бы за всех да ублажал всячески». Он мечтал поставить чайку. И Алексей Ильич Попов всегда приезжая сюда, говорил, ну почему ты не ставишь чайку? Почему мы не давали, я не знаю. Он все-таки говорил, я не могу ставить чайку, потому что я придумал треплево для Володи, имел в виду Чесноков. Треплево будет обязательно горбатый, у него даже вот так плечо. И он начинал рассказывать о треплеве, так как будто я с ним был знаком. Как будто он был знаком с Константином, говорил, что треплево с сочинением гениального Антона Павловича Чехова. Он мечтал о Пучине. Наполовину поставил, репетируя с Санкт-Петербургом Борисовым только дома. Он мечтал поставить вишневый сад, что для меня поразительно, он очень любил Симонова, Симонова в роли Гаева. Кстати, он всегда говорил, Николай Константинович, ну почему вы при вашем шаляпинском таланте так не чувствуете время? Вы же никогда не соблюдаете рисунок. Я же не знаю, какую паузу здесь будете делать. И Симонов слушал. Последняя мечта у него была любовь яровая. Да-да, любовь яровая, да. Он жил в квартире на Бородинской, в неуютной, невероятной квартире. В большой комнате, всегда сидел на диване, иногда играл в шахматы, он вообще был игрок несусветный. Я уж не говорю о картах, в которых он проигрывал какие-то суммы по Достоевскому. Он летом всегда уезжал в Остер, где жили две его дочери. Он жил в этой квартире с Антонином и своей женой, которая, ну, никак с ним не сочеталась. Я всегда видел его в гостях и у Толубеева, и у Чеснокова, без нее. Он еще не любил свою тещу. Она была очаровательна, была старуха, ткачиха. Дочерей, я его не знаю, он к ним ездил. Он был невероятным любителем женщин, и женщины любили его так же. Я не имею права не упомянуть, что он сделал же масса спектаклей в других тех. Он же сделал Дон Сезар де Базана, пьеса Демино и Денери, которая имеет особую историю, с Чесноковым. Ведь он открыл Свиридова, великого композитора. Ведь Свиридов сделал первую музыку победителю, а потом написал Маритана, моя Маритана, и буквально за две недели до смерти он позвал не умнее. Со слов Кожича меня все называли Шура. Больше меня никто после этого Кормя Вишневской не называл. Меня все называли Саша. До того, когда я стал Александром Аркадьевичем. Не ставите, что мне позвонили Свиридов и сказал Шура, надо все-таки сочинить оперу. Маритану все поют. Марш, который вы так любите, ну сделайте мне сценарий. Я ему сказал, Юрий Георгасич, или я его Юра уже не помню, о чем речь. Я ему за две недели сделал сценарный план. Я сказал, как же со стихами поэты в очереди стоят. Выберем кого нужно. Ну, его унесла жизнь тоже раньше, чем нужно. Кожич был до приезда гениального Гера Александровича конечно замечательно выдающимся великим артистом, режиссером Петербурга. Рядом был Гакель Евгений Густавович, рядом был Избрем Павел Карлович, рядом Николай Павлович Акимов, то есть великих художников, великих артистов, режиссеров в городе было много. Но для меня я не застал Нархольда, хотя рассказывал все, что о нем знаю и утверждаю, что выше всего он ставил спектакли в том великом театре, где я имею счастье сегодня находиться. Кожич как называется он не дожил, не долюбил, не допил, не доучился, книг не дочитал. Это чудный поэм Дудина Солуи. Я всегда вспоминаю эти стихи, когда говорю о своем великом учителе Владимира Платоныча Кожича. Кожича.